Всех приветствую на канале KNX24, с вами Александр, и в этом ролике я покажу как настроивается KNX-диммер. Первое с чего я начну, это добавление диммера Zenio DemonBox DX2 из онлайн-каталога. Переходим во вкладку каталог и на этот раз я найду нужное устройство при помощи поиска. Выбираю производителя Zenio, мне нужен DX2, вот устройство нашлось. Теперь я добавлю его в текущую линию. Переходим во вкладку топология и видим, что он получил следующий по порядку физический адрес 1.1.3. Теперь приступим к настройке его параметров. Каналы объединять не будем, мощности одного отдельного канала нам будет вполне достаточно в рассматриваемом случае. Вообще в некоторых диммерах возможно объединение каналов для увеличения проходной мощности. Об этом должно быть обязательно указано в технической спецификации диммера. Рассматриваемый диммер эту опцию поддерживает, как мы можем видеть и из настроек. Дальше укажем два вида времени диммирования. Я обычно ставлю 3 секунды для установки значения и 6 секунд для диммирования с кнопки. Уставкой флажка ниже можно включить коммуникационные объекты для этих параметров, чтобы их можно было менять через KNX шину. Ручное управление стоит по умолчанию и в режиме тест, и в режиме работы. Менять ничего не будем. Если это необходимо, то можно выбрать, чтобы ручное управление было доступно только в одном режиме или отключено совсем. Следующий параметр позволяет активировать возможность блокировки ручного управления с кнопок на лицевой панели устройства. Я блокировку добавлять не буду, а вот уведомление об ошибках будет полезно как для наладки, так и для сервисного обслуживания системы в будущем. Универсальные входы сейчас не нужны, поэтому включать их не буду. Таких входов у этого диммера два, и к ним можно подключить либо кнопку, либо какой-нибудь из датчиков, температуры, движения или какой-нибудь геркон. Логические функции тоже не понадобятся, но позднее это будет темой для отдельного видеоролика. И параметр Heartbeat. Это так называемое сердцебиение. Для устройства это означает, что у нас появляется коммуникационный объект, который может периодически отдавать единичный импульс. Его тоже удобно использовать в целях быстрой реакции сервисной службы, если диммер вышел из строя. И последний параметр. Это фильтр наложенных высокочастотных сигналов и других помех. Использовать его тоже не будем, с необходимостью его практического применения по жизни пока не приходилось сталкиваться. В разделе уведомлений об ошибках я укажу их все. На мой взгляд они являются полезными. Уведомление о наличии короткого замыкания важно, ровно как и повышение напряжения или перегрев. Вот выход частоты за пределы нормы не так часто встречающаяся проблема. А вот получение данных о потере напряжения на входе диммера важная опция. Также очень важная ошибка типа подключенной нагрузки. На этом с общими параметрами закончим. И дальше перейдем к индивидуальным параметрам настройки непосредственно самого канала. В первую очередь нужно указать тип подключаемой нагрузки. Нагрузок бывает три типа. Это традиционные лампы, РЦЛ, компактные люминесцентные, их еще в народе называют энергосберегающие, и светодиодные. Для первого варианта возможно выбрать как автоматическое определение нагрузки, так и указать вручную. Я рекомендую использовать автоматическое определение. Для двух других опции настроек одинаковые. Есть только некоторые различия в кривых регулированиях. Я буду использовать светодиодную нагрузку. И для начала выберу линейную характеристику. Дальше с характеристиками уже нужно поиграть в процессе наладки уже с конкретными лампами. Большинство светодиодных ламп диммируется по заднему фронту. Но это не точно. Встречаются лампы, которые гораздо лучше работают с диммированием по переднему фронту. Поэтому в процессе наладки это можно протестировать и в случае чего поменять настройку. То же самое относится и к кривой регулирования. Все светодиодные лампы управляются нелинейно. Например, в диапазоне диммирования от 0 до 30% может наблюдаться значительное изменение яркости. А в диапазоне от 60% до 100% изменение яркости может наблюдаться очень небольшое. Чтобы это немного скорректировать, мы можем воспользоваться заданием собственных значений точек на кривой регулирования. Максимально у данного диммера может быть 4 таких точки. Ниже выберем скорость диммирования для абсолютного диммирования и относительного. Абсолютное диммирование – это когда мы задаем конкретное значение яркости от 0 до 100% через 1-байтовый коммуникационный объект. А относительное – это когда мы нажимаем и удерживаем кнопку на выключателе, изменяя тем самым яркость в пределах значения заданного в выключателе шага диммирования. И за этот тип диммирования отвечает 4-битный коммуникационный объект. Для абсолютного мы установим первое временное значение, которому мы вначале присвоили 3 секунды. А относительное – должна быть более медленной, для того чтобы легче визуально фиксировать изменения и выбирать подходящий уровень яркости. Соответственно, выберем второе значение времени, которое установили в 6 секунд. Ну а включение и выключение я предпочитаю использовать быстрое, поэтому оставим этот параметр по умолчанию. Следующим параметром указываем, на какой уровень яркости выходить по команде включения. Тут можно выбрать либо максимальный, либо последний заданный перед отключением. Я выберу первый вариант. А установка флагов в поле ниже сбросит последнее запомненное диммером значение. Это будет происходить при загрузке параметров в устройство. Следующий актуальный параметр – это экономичный режим. Для многих светодиодных ламп, как правило, можно ограничить уровень яркости на 80-90%. И при этом даже не ощутить никакой визуальной разницы в уровне освещения. Это как раз происходит из-за той самой нелинейности при диммировании. В любом случае, окончательное значение определяется при наладке. А вот ограничением снизу указывается значение, ниже которого яркость уменьшаться не будет. Это необходимо, если возникают проблемы в нижнем диапазоне диммирования. Например, лампы начинают мерцать или просто гаснут. А иногда бывает такое, что лампа диммируется, но не может запуститься на низком значении яркости при простом включении. Поэтому нужно подобрать соответствующий порог и ограничить его. После того, как с настройками диммирования разобрались, переходим в раздел конфигурации. Здесь необходимо активировать те опции, которые могут потребоваться. Вот, например, статусы потребуются обязательно. Установка необходимого флага добавит соответствующие коммуникационные объекты, которые в дальнейшем и будут подвязываться. Также немного наперед активируем опцию сцен, с которыми еще предстоит проработать в дальнейшем. Теперь перейдем к настройке статусов. Нам потребуется отправка статуса при включении-отключении группы света. Статус уровня яркости уже активен по умолчанию. Отправка уровня яркости в процессе диммирования – параметр, который не всегда стоит включать, поскольку в этом случае отправка Telegram с уровнем яркости будет осуществляться в процессе диммирования с заданным интервалом. Это более актуально для больших объектов, так как возникает необходимость учитывать нагрузку на шину данных по трафику. Для квартир и небольших домов, наоборот, можно поставить отправку через одну секунду, чтобы на визуализации процесс диммирования выглядел интереснее. По настройке сцен поговорим позднее и сразу перейдем к настройкам инициализации. Нам нужно, чтобы после пропадания напряжения на шине и его последующем восстановлении состояние световой группы оставалось без изменений, поэтому ставим состояние предыдущей. И отправку статуса в шину тоже включаем. Параметр задержки отправки статуса установим на 2 секунды. Еще раз повторюсь, что для больших объектов необходимо задавать разную задержку на разных устройствах, чтобы при инициализации не происходила потеря телеграмм от перегрузки шины. То же самое нужно сделать и для силового напряжения. На этом с настройкой параметров можно закончить и перейти к работе с групповыми адресами. Сначала добавим еще 3 групповых адреса. L2 у нас уже должен быть для второго реле, настройку которого каждый должен был сделать самостоятельно. Поэтому диммируемая группа будет обозначаться L3. Один адрес для переключения. Второй адрес для относительного диммирования. Третий адрес для абсолютного диммирования. Теперь сделаем то же самое с адресами статуса. Один адрес для статуса переключения. Для относительного диммирования отдельного коммуникационного объекта статуса в устройствах не бывает. Поэтому адрес будет просто пустым. Статус уровня яркости всегда передается абсолютным значением. И последнее, что остается сделать, это выполнить привязку групповых адресов к коммуникационным объектам. Что я сейчас и сделаю. Продолжение следует... Вот так мы настроили диммер. Но еще нужно выполнить настройку выключателя для его управления. Поэтому мой следующий ролик будет посвящен тому, как это сделать. Не забывайте подписываться на наш канал. И если у вас возникли какие-то вопросы, то обязательно задайте их в комментариях. С вами был Александр. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok